Умный музей. Технологии, преображающие культурное пространство. Одним из ярких событий уходящего года стало преображение фасада здания Республиканского музея изобразительных искусств. А теперь есть возможность представить новый облик в дополненной реальности. Что это и как работает, смотрите далее в материале. В начале ноября ежкаролинцами гостям столицы представили музей изобразительных искусств в новом формате. Он на глазах преобразился и превратился в арт-объект. После чего организаторы решили не останавливаться на достигнутом. Так родились еще несколько проектов. Один из них – дополненная реальность. Для всех остается загадкой, что же это за узор и почему на нем написано только автор работы и висит картина. Где же сама картина? Как раз таки саму картину можно увидеть с помощью специального приложения. То есть для этого вы просто с помощью QR-кода скачиваете на свой телефон само приложение и потом с помощью него наводите и, как мы видим, появляется картина художника. То есть вы можете подойти поближе, совершенно спокойно ее рассмотреть, она будет у вас на экране в любом случае. 404 или Not Found – стандартный код ответа, когда на нужной странице на данный момент отсутствует нужный ответ. Эти рамы с QR-кодом на первый взгляд вовсе не такие. В этом вы убедились только что. Впервые в нашей республике, используя технологию дополненной реальности, можно смотреть произведения искусства. Это технология, которая позволяет вымышленным объектам появляться в реальном мире. То есть каким-то цифровым моделям или картинам в данном случае. И отображается с помощью специального приложения через смартфон или планшет. Соответственно, здесь мы представили работы наших малийских художников, но, так скажем, в новом формате. В веке 21-м в мире технологий трудно представить свою жизнь без гаджетов. Здесь же его предлагают использовать для культурного просвещения. Путешествие в Зазеркалье – другой проект. Здесь гостям предлагают пройти экскурсию по сказке «Алиса в стране чудес виртуальной реальности». Идея добавить к традиционной выставке изобразительного искусства виртуальной реальности пришла довольно давно. Во-первых, потому что это новый виток в творчестве. И я считаю, что он имеет место развиваться и существовать рядом с традиционными работами. Во-первых, потому что это открывает новые границы и рамки для зрителя. Ведь любая картина художника – это его внутренний мир, отображение его внутреннего мира, его фантазии. А виртуальная реальность позволяет человеку буквально залезть в голову к художнику и очутиться в этом мире, полностью прочувствовать, что там происходит, каким художник видит этот мир. Объекты маленькие и большие, целое царство, виртуальная реальность позволяет путешествовать где угодно. Создаются шедевры специальной программы, после чего демонстрируются зрителям. Такого рода выставки для нашей республики проходят впервые. Их можно будет увидеть в Республиканском музее изобразительных искусств. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова